Итак, мы поняли, что все маленькие штучки, будь это вещь с массой, без массы, фотон, электрон или даже протон и другие квантовые частицы, они в чем-то очень похожи. У них есть какие-то особенности, которые у них одинаковые. То, что они одновременно и то, и то, и одновременно работают по таким законам, о которых мы говорили. Сейчас мы поговорим о внутренних свойствах квантовых частиц. Спин и поляризация. Спин для электронов, поляризация для фотонов. Электроны и фотоны такой буквой обозначу. Значит, у каждого электрона, каждый электрон имеет для себя внутри ось ориентации магнита с южным и северным полюсом. То есть магнитик, который может быть направлен, например, южным полюсом вверх, или он может быть направлен южным полюсом вниз. И такая ориентация у электронов называется спином. Их спин может быть направлен вверх или спин направлен вниз. Это свойство проявляется, когда электрон находится в магнитном поле. Например, у вас электрон движется. Сейчас вид сверху. Вы ставите определенного образа магнит, стейнгерлах магнит, над ним и под ним. И тогда, если его спин был направлен вверх, сейчас вид сверху, а не сбоку, то его траектория изогнется в эту сторону. А если, это значит, в случае, если он вот такой у нас. А в случае, если электрон спин в противоположную сторону направлен, то есть так, его траектория изогнется в другую сторону. Главная идея, что эти свойства можно отличить, поставив электрон в магнитное поле. Это внутреннее свойство электрона, его спин. И за счет этого у него проявляются интересные вещи. Например, один из принципов того, как мы строим атом, это то, что в одинаковом энергетическом состоянии не может быть больше одного электрона. И тогда на одном уровне был бы один электрон. Но из-за того, что у электронов есть спин, то есть, как бы, получается, эти два электрона находятся в одном и том же энергетическом состоянии, но это разные электроны. И за счет этого на одном уровне может находиться максимально два электрона. Но они должны быть в разном состоянии. У одного спин, например, вверх, у другого спин вниз. И за счет этого проявляются разные способы построения атомов. Помните, вы пишете иногда на химии там S, P, D, F, S, 2, P, 6 и так далее. И у вас есть уровни. То есть, первый уровень – это два S-электрона. На втором уровне у вас есть два S-электрона и шесть P-электронов. Да? Каждый из этих квадратиков, в которые вы вписываете два электрона, соответствует какому-то энергетическому состоянию. Да? Это орбита круговая, более круговая, или там восьмерка, что-нибудь еще. И на каждое из этих энергетических состояний приходится по два электрона именно из-за принципа запрета Паули. То есть, принципа того, что на одном уровне не может быть больше одного, не может быть двух одинаковых электронов. Да? А у электронов, электроны различаются между собой по спину. У одного спин севером вверх, у другого спин севером вниз, поэтому на одном уровне может быть максимум два электрона засунуто. И из этого происходят все свойства химически разных элементов. Теперь поляризация. Похожим образом, как для электрона, электрон – это магнитик, то фотон, частица фотона, имеет свою поляризацию. Поляризацию – поляризационную плоскость. Мы обозначаем ее, я буду обозначать вот такой линией просто. Плоскость поляризации может быть вертикальная, может быть горизонтальная. Да, это два способа, как можно поляризовать фотон. Они отличаются друг от друга максимально, да, это полностью разные. Вот в горизонтальной поляризации нет ничего от вертикальной поляризации и так далее. Опять, вы можете проверить, какая поляризация у вашего фотона, пропустив его через поляризатор, да, у вашего света. Вы берете, пропускаете через поляризатор, там особым образом расставлены молекулы длинные такие, которые пропускают свет только по своему, по тому, как они расположены, да. То есть, такие молекулы будут пропускать такой свет, но они будут пропускать вот такой свет, да, он никогда не выйдет наружу, да, вот так отделим. А вот такие, если вы повернете поляризатор, то он начнет пропускать вот такие, такой свет, а такой не будет пропускать, да, то есть выйдет насквозь только вот такие штуки. Так вот движется наш свет. Главная идея, что у фотона таким же образом есть какие-то поляризации, которые, внутренние свойства фотона, и которым можно пользоваться. Там есть даже специальный поляризационный разделитель лучей, ПБС, в который вы закидываете фотон, и если его поляризация горизонтальная, то он вылетает вверх, а если его поляризация вертикальная, то он вылетает вправо. И там можно с ним делать интересные штуки. И, наконец, принцип суперпозиции. Принцип суперпозиции, когда внутреннее состояние фотона является суммой двух разных состояний или электронов. Про это поговорим в следующем видео.